Мы рады приветствовать вас, друзья, в программе «Посвящение». И сегодня вместе с нами помощник епископа Союза Церквей и евангельских христиан-баптистов Сергей Германов. Сергей Иванович, приветствуем вас. Насколько я знаю, что вы в Союзе Церквей курируете, в том числе и социальный отдел. Это правда? Да, это один из тех отделов, который был поручен мне, братству нашему, и которым занимаюсь по сей день. В последнее время социальная работа принимает очень масштабный характер. И некоторые церкви настолько вовлечены, что есть какой-то страх. А не забыли ли мы о главном великом поручении, это проповедовать Евангелие? Ну, не может церковь стать просто гуманитарной организацией? Все-таки ее миссия в другом. Действительно, подобный страх, он вполне уместен, и его можно понять. Подобное противоречие или противостояние между социальным служением и евангелизмом имел место в истории евангельского движения. В разные исторические периоды ставили акценты на евангелизм, а в другой какой-то период ставили акцент на социальное служение. Насколько я сейчас вспоминаю, вот это противостояние между евангелизмом и социальной ответственностью христиан было преодолено на Лозангском конгрессе в 1974 году. Именно тогда было принято Лозангское соглашение, согласно которому и социальная ответственность, и евангелизм являются частью единого целого служения. Это очень мудрое, на мой взгляд, решение. В принципе, лозунгом Лозангского движения стала вот следующая формулировка. Вся церковь доносит все Евангелие всему миру. Все Евангелие подразумевается, что благая весть должна сопровождаться и социальной заботой. И если мы посмотрим на земную жизнь Иисуса Христа, мы можем увидеть, что Христос шел по городам и селениям, проповедуя Евангелие и исцеляя всякую немощь. Я думаю, что вот этот пример является таким наглядным уроком тому, чем должна заниматься церковь. Евангелизм должен сопровождаться социальной заботой. И социальная забота должна сопровождаться проповедью Евангелия. Кстати, интересно, несколько лет тому назад в Молдове мы провели исследование о том, насколько евангельские церкви вовлечены в социальное служение. И из 300 церквей и групп, которые есть в нашем братстве, было более чем 600 социальных проектов, что говорит о колоссальной вовлеченности наших церквей в социальное служение. Но тут важно заметить и следующее, что не должно быть перегиба. Социальное служение обязательно должно сопровождаться духовной работой. Мы не можем просто накормить людей, вылечить их, одеть и не сказать им о благой вести. С другой стороны, благая весть должна сопровождаться заботой о социальном служении. Вот то, что сегодня называется таким целостным подходом или целостным Евангелие, об этом говорит и апостол Павел в одном из своих посланий. Он говорит о том, что все, что вы не делаете, делаете от души, как для Господа. То есть вот этот целостный подход, он очень необходим сегодня евангельским церквям в Республике Молдова. Если говорить о нашем братстве, какие социальные проекты, осуществляемые в рамках Союза Церквей, Евангельский Христиан Баптистов Молдовы, вы бы выделили на сегодняшний день? Я уже говорил о том, что у нас много социальных проектов, самых разных. Кстати, вот в том исследовании, которое мы делали о социальном служении Евангельской Церкви, мы посмотрели на то, какие проекты являются самыми яркими в Молдове. И вот из 600 с чем-то социальных проектов было обнаружено, что 24% социального служения связано с детским служением. То есть это оказывается, что детское служение является на первом месте среди всех социальных проектов. И у нас есть несколько таких крупных проектов, связанных с детским служением, и одни из них – это детские дома семейного типа, которые являются, наверное, самым крупным социальным проектом в нашем братстве. И этот проект – это не просто проект одной церкви или одной какой-то организации, но это проект на уровне всего нашего союза. Другие проекты социальные связаны были с людьми престарелого типа, есть социальные проекты с женщинами, есть социальные проекты с молодежью, но они уже идут по убывающей. Самым крупным проектом это являются проекты, связанные с детьми. Насколько я знаю, вы были инициатором проекта «От сердца к сердцу». Как проходило это служение? Есть ли какая-то статистика? И что побудило вас к тому, чтобы начать этот проект? Проект «От сердца к сердцу» – это в первый раз в Республике Молдовы, мы его пытаемся реализовать, этот проект направленный на оказание помощи пожилым людям в наших церквях и в стране в целом. Дело в том, что количество пожилых людей в мире постоянно растет, постоянно увеличивается на протяжении нескольких последних десятилетий. В то же самое время количество пожилых людей в Молдове тоже растет. Насколько я помню, Национальное бюро статистики предоставило информацию, что в 2021 году количество пожилых людей в Молдове приравнилось 580 тысячам людей, что составляет около 23% населения Молдовы. И эти цифры, они отражены и в евангельских церквях. Мы говорили о том, что на первом месте у нас социальное служение детское, но нам не нужно забывать и о том внимании, которое мы должны уделить людям более старшего возраста. Они есть в наших церквях, они есть в нашем обществе. И это означает, что церковь должна научиться служить этой категории людей. Поэтому это был первый проект. Мы надеемся на то, что он будет иметь продолжение. Мы хотим, чтобы евангельские церкви в Республике Молдовы, церкви нашего братства, они могли служить пожилым людям, чтобы они повернулись лицом к этой категории людей и могли найти те возможности для того, чтобы доносить Евангелие и проявлять заботу этой категории людей, которая во многих отношениях находится в пренебрежении в нашей стране. Скажите, в чем содержание этого проекта и как проходил он? Это был, на первый взгляд, очень скромный проект. Евангельские церкви предоставили пакеты, которые должны были быть наполнены какими-то продуктами или предметами первой необходимости, и раздать их пожилым людям. Но не это самое главное. Самое главное было в том, чтобы церкви помолились о пожилых людях, обратили внимание на них, чтобы церковь могла стать местом, где пожилые люди чувствуют себя, что они там нужны, на них смотрят, их готовы услышать, их готовы понять. В этом была первая цель вот этого проекта. Насколько я знаю, что пакеты были пустыми, и их нужно было наполнить не за счет спонсора или миссии, а за счет церквей. Это очень необычно. Но в церквях нашего образца практически нет такого пункта в бюджете, как социальное служение. Вы знаете об этом? Действительно. Это был в определенном смысле, если не революционный, то нечто новое. Дело в том, что мы должны признать, что социальное служение евангельских церквей во многом зависит от спонсоров. И мы предприняли такой шаг, чтобы церкви сами пожертвовали и наполнили эти пакеты. Мы даем пакеты, как союз церквей евангельских стены баптистов, а церковь уже сама должна наполнить эти пакеты. Это означает действительно понимание важности этого служения. Церковь не просто распределяет чужие деньги, а она готова жертвовать. Это означает, что она ценит, и она понимает важность этого служения. То есть это немного новый подход, другой. Я понимаю, что сложный, но, как мне кажется, именно это свидетельствует о ценностях и приоритетах наших. Фактически с первых дней служения в союзе церквей вы занимались домом милосердия Тавифа, который находится в селе Яблона Гладианского района. И за это время, как мне кажется, там произошли многие позитивные изменения. Как обстоят дела сейчас? Сколько там постояльцев? Они смогут перезимовать там? И в чем стратегия работы в этом доме? Действительно, это один из удивительнейших проектов, который на протяжении долгого времени был в нашем братстве. Это огромное благословление для нашей страны, для нашего братства. Это практическое проявление вот этой заботы Господней, о которой мы говорим. Долгое время в центре Тавифа нес служение брат Вячеслав Автинеску. Это благословенный труд он провел. Он начал это служение, был директором этого центра. Но по старости нужно было заменить брата, и на его место мы приняли нового брата, брата Тимофея Грама. Это очень активный, деловой, ответственный брат. Были сделаны, на мой взгляд, большие изменения. Была пересмотрена работа Совета Попечителей. Это не просто орган заседающий, но это орган, который принимает ответственные решения не один раз в год, но он несет ответственность за работу этого центра. Во-вторых, мы поняли, что пожилым людям им нужна не просто достойная старость, но им нужна во всем смысле этого слова человеческая старость. То есть, когда они идут в дом престарелых, им нужно не просто пожить и покушать в доме престарелых, а они нуждаются в благовестии, они нуждаются в свободном времени, им необходим досуг, то есть им необходима забота не только в плане одежды и восполнения первичных элементарных нужд. Поэтому дом престарелых Тавифа на сегодняшний день выглядит как вполне достойное место для пожилых людей. Там проводятся богослужения, есть пастырь, который проводит с ними беседу, у них есть время, когда они могут отпраздновать день на дни рождения, досуг провести, есть забота об их интересах и нуждах этих людей. Самое удивительное, то, что произошло, на мой взгляд, и это действительно была милость, а не наша мудрость, в один из дней в доме престарелых приехала группа детей из одной из Бельских церквей. Они приехали с программой, стишками, песнями, и когда закончилась программа, дети просто побежали по дому престарелых, играть в догонялки, в прятки. Что мы увидели? Пожилые люди, которые были в доме престарелых, они расцвели. Они вышли на крылечко, чтобы посмотреть, как бегают дети, и они просто расцвели. И вот это был момент открытия, когда мы поняли, что пожилым людям нужен не только корм, не только еда или забота, а им нужно внимание. Им нужны люди, которые смогли бы поговорить с ними, обрадовать их. Им нужна просто радость от жизни, которую мы получаем вне стен дома престарелых. Поэтому на сегодняшний день дом престарелых продолжает свое развитие. Он стал местом, где пожилые люди не просто доживают свои дни, а это местом, где пожилые люди продолжают новый этап жизни. И что немаловажно, это место, где люди встречаются с Богом. Это место, где люди могут встретиться с Спасителем на вот этом этапе своей жизни. Помимо социальной работы, много вызовов сегодня перед церквями. Какие другие направления служения в церквях вы бы смогли выделить как важные? На что сегодня акцентировать внимание пасторам, служителям в церквях? Церковь была всегда местом самых разных вызовов. Те же вызовы, которые есть в обществе, те же вызовы встречаются и в церкви. Один из вызовов, который постоянно присутствует в евангельской церкви, это вызов преемственности, передачи. Передачи служения, передачи своей веры, передачи эстафеты, как мы говорим, во всех гранях христианской жизни и христианского служения. Но это особенно важно, чтобы сегодня происходила передача служения. Раньше мы думали так. Если пастырь, то его преемники естественным образом примут эстафету. И мы думали, что это будет происходить вполне естественно, то есть сами собой. Но сегодня мы поняли, что это так не происходит. Поэтому одна из важных задач действующих пастырей – научиться передавать служение. И это не произойдет само собой. Само по себе это не произойдет. Это означает, что каждый служитель должен быть достаточно открытым для того, чтобы принять, впустить молодого брата, молодого служителя. Научить его. Не просто сказать ему, ну, когда я состарюсь, я тебе все передам. А сейчас пустить его близко к себе и быть готовым научить его всему тому, чему Господь его научил. Поэтому, мне кажется, это одна из очень серьезных задач для этого поколения служителей передать эстафету другому, другому поколению, следующему поколению. Абсолютно с вами согласен. И сегодня десятки церквей, особенно сельских церквей, они не имеют служителей. И пожилой человек уже больше не может выполнять свои функции, а молодой замены нету. Поэтому ученичество, передача духовной эстафеты остаются очень актуальными для нас. И сделать это не на том этапе, когда служение пришло в кризис, а сделать это своевременно для того, чтобы молодой служитель или следующий служитель мог продолжить это служение, а не начинать все с нуля. Согласен. Сергей Иванович, вы преподаете богословие в Христианском университете, Девития Грация, ну и почти уже доктор богословских наук, насколько я знаю. Какие вот теологические угрозы сегодня нависли над церквями, над евангельскими верующими в Молдове? И как на них реагировать? Как отвечать, на ваш взгляд? Это длинный вопрос. Я бы начал с следующих слов. Когда-то Карл Барт, известный богослов, сказал, что евангельское богословие это всегда богословие кризиса. То есть кризис богословский это часть евангельского убеждения. Кризис это не нечто новое, в которое мы сейчас вошли. На мой взгляд, возможно, он субъективный, но на мой личный взгляд, мне кажется, кризис не столько в самом богословии, сколько в его отсутствии. Кризис в том, что богословие как таковое сегодня отсутствует в наших евангельских церквях. Когда-то в IV веке отцы церкви говорили о том, что им не дают покоя толпы людей от богословских вопросов. Один из отцов церкви говорил о том, что я не могу в баню зайти без того, чтобы меня спросили, от кого исходит Дух Святой, а от отца или от сына? Сегодня мы с подобными вопросами даже не сталкиваемся. Богословие сегодня стало уделом профессионалов. Оно стало академичным, и, к большому сожалению, оно стало оторванным от церкви. Богословие практически не нужно. Оно не востребовано. То есть я говорю об отсутствии практического богословия. Вот где кризис богословия. Отсутствие тесной связи между богословием и жизнью церкви, жизнью рядовых членов церкви. К большому сожалению, сегодня богословие стало едва ли не уделом профессионалов. И оно мало сопряжено с жизнью рядовых членов. Рядовые члены редко читают богословские книги. Более того, они, возможно, их не понимают даже. И они не понимают значимость этой богословской литературы. Как же нам из всего этого выйти? Мне кажется, нам нужно вернуться к практическому богословию. К пониманию того, что богословие – это не просто высокая материя, а богословие – это часть жизни общины. Это богословское размышление не над какими-то небесными уравнениями, а это богословское размышление над молитвой церкви, над ее миссией, над ее практикой, над ее ритуалами, обрядами и богослужением. Вот такое богословие сегодня как никогда востребовано в наших церквях. Ну, согласитесь, что зависит многое от самих богословов. Например, сейчас мы столкнулись с кризисом войны, и возникает вопрос перед молодым человеком – брать оружие, идти воевать на одной из сторон конфликта или не брать? И ответа на этот вопрос нету, и даже руководители союзов, они пытаются уйти от ответа, и богословие пытаются уйти от ответа, и действительно нам пытались иногда, может быть, объяснить значение троицы, но как поступать в жизненных вопросах, богословие не пытались. Может быть, нужна новая концепция богословия, более практичная? Мне кажется, что после определенного периода исторического мы вновь и вновь сегодня возвращаемся к контекстуальному, к локальному богословию, нашему богословию. Богословие – это не просто высокая материя, оторванная от реальности, но богословие должно размышлять над проблемами войны, над проблемами бедности, над ситуацией женщин, детей, экономическими вызовами. И тогда это богословие будет актуальным, тогда это богословие будет необходимым, нужным для церкви. То есть, когда мы говорим о кризисе богословия, еще раз, это кризис отсутствия богословия как такового, но отсутствия локального богословия. Нам нужны наши богословы, местные богословы, выращенные, воспитанные здесь у нас, которые понимают ситуацию, в которой находятся и вызовы, с которыми сталкиваются современные верующие. Абсолютно согласен. И, наверное, в богословии все-таки нужно включать в том числе и христианскую этику, взаимоотношения в семье, взаимоотношения в церкви, отношения к служителям и так дальше. Безусловно. И все это должно быть не просто контекстом или ситуацией, а должно быть пропущено через линзы священного писания. Оно определяет и оно дает ответы на вызовы, с которыми сталкиваются современные христиане. Сергей Иванович, последний вопрос хотел бы задать вам. Сегодня во многих церквях уже годами нет крещения, некоторые церкви уменьшились количественно, к сожалению. Разные факторы на это влияют, но, конечно, многое зависит от лидера. Я думаю, что вы с этим согласитесь. И развитие в себе личных качеств иногда важнее, чем методы и формы, которыми действует тот или иной человек. Вот лидер церкви, церковный руководитель, будь то миссионер, пастор, какие личные духовные качества он должен себе развивать, чтобы быть успешным? Я, наверное, не добавлю каких-то новых качеств, кроме тех, которые сказаны в Священном Писании, и прежде всего в Тимофею и в послании к Титу. Они остаются актуальными. Из вот этого списка качеств, о которых там говорит апостол Павел, я бы выделил два. Мне кажется, они особенно актуальны для наших братьев, служителей, которые трудятся здесь у нас в стране. Я бы сказал следующее. Нам сегодня как никогда необходимы дальновидные служители. Помните, в книге Осии сказано о том, что горе народу, если у него нет видения. Дальновидность это не просто мечтательность. Дальновидность это способность не согласиться с тем, как обстоят дела и предложить альтернативу. Это видение, но это не просто мечтание, а это критическая рефлексия, критическое размышление над ситуацией сегодняшней и при этом готовность предложить альтернативу. Иисус был таким человеком. Он не был согласен, как обстоит религиозная жизнь в Израиле, и он предлагал альтернативу. Моисей был подобным человеком. Наше молдавское братство нуждается в подобных людях. Но мы бы сказали так хорошо, когда есть подобные мечтатели, но мечтательность или дальновидность без трудолюбия, она малополезна. Она малополезна. Пастор или служитель должен быть человеком трудолюбивым, любящим читать, любящим работать, любящим усердно изучать богословие и вкладывать себя в формирование будущего поколения. Помните, как говорил один из открывателей, 1% гениальности и 99% труда. Вот такой должна быть жизнь служителя. Он с одной стороны должен быть дальновидным, человеком, который смотрит вперед и видит, что Царство Божье уже наступает. Но при этом он не просто критик, он не просто мечтатель, он засучивает рукава и начинает трудиться, и начинает что-то делать. И Господь благословляет подобных людей. Вот таких служителей сегодня очень необходим и, наверное, большая редкость. Мы должны все молиться об этом, что Бог дал нам мудрость и воспитать таких служителей. В этом наша задача. Спасибо огромное вам. Благословляю вас. Это была программа посвящения. Всего доброго вам. До следующих встреч. встреч.